Итак, условное предложение типа 2. Давайте вспомним, о чём нам говорят условные предложения типа 0. Это научные факты, общепринятые истины. Условные предложения типа 1 говорят нам о том, что если что-то произойдёт, то определённо случится, будет определённое последствие. Давайте подумаем, о чём же у нас условное наклонение типа 2. Это какие-то воображаемые события. Воображаемые ситуации, основная часть в них – это событие, которое произошло бы. А условие – это условие, которое маловероятно или нереально. То есть при этом условии, возможно, произошло бы какое-то событие. Мы просто воображаем. И в основной части используется глагол would или could плюс лысый глагол. То есть глагол без частицы to. Например, I would do – я бы сделал, I would cook – я бы приготовил, I would go – я бы сходил, I could go – я мог бы сходить, I could cook – я мог бы приготовить, I could come – я мог бы прийти. Это основная часть, в ней используется, ещё раз, что – would или could. В условии используется обычное прошедшее время. Например, если бы у меня было много денег, I would buy a car. If she had a lot of money, she would buy a tour to Sri Lanka. If they had a lot of money, they would go to the Pacific Ocean coast. Итак, ещё раз. В основной части, когда мы воображаем какую-то ситуацию, в основной части используется would или could, что означает бы – I would go. В условии мы просто применяем прошедшее время. Если бы я был тобой, if I were you, I wouldn't do it. Я бы этого не сделал. Или if I were you, I would do it certainly. Если бы я был тобой, я обязательно это сделал бы. If he were a doctor, he helped – he would help them. If he were a doctor, he would help them. If he weren't a doctor, he would be a teacher. Ваше задание сейчас – ответить на перевод нескольких предложений и записать видео с ответом на вопросы, которые я вам выслала в интеллектуальной карте. Пожалуйста, строго соблюдайте порядок предложений, порядок использования условного наклонения в предложении. Пожалуйста, отрабатывайте would и прошедшее время в условных предложениях типа 2. Напоминаю, would – это бы, если бы. Если бы она рассказала, если бы она рассказала всё, он бы помог ей. Если бы она надела это платье, она пошла бы в ресторан. Он бы купил эту машину, если бы она была чёрной. Они бы не пошли в школу, если бы у них были каникулы. Если бы он не жил в Нью-Йорке, он жил бы в Москве. Если бы она пошла в кино, если бы не работала. Итак, переводим, присылаем ответы на вопросы на видео. И я желаю вам удачи. See ya. Bye.